Возьмите гибкость, добавьте грациозность, чувство ритма, равновесие, прыжки, пируэты, танцевальные дорожки. В коктейле под названием «Художественная гимнастика» явно не хватает еще одного ингредиента. Работа с предметом. Именно она превращает искусство движения в вид спорта. Пять предметов. Скакалка, обруч, мяч, булава и лента. Главное требование каждому из них – не быть просто аксессуаром, а постоянно находиться в движении. Естественно, спирали можно нарисовать только лентой, а мельницу сделать только булавами. У каждого предмета есть свои фундаментальные группы движений. Но никто не запрещает искать что-то оригинальное и необычное в работе с предметом. В то время, когда художественная гимнастика только обретала свой современный вид, в середине 20 века спортсменки выступали и без предмета, и сканувшими нынче в лету вымпелами и шалями. Сейчас судьбу своих пришественников в какой-то степени повторяет скакалка. У взрослых гимнасток этот предмет исчез минимум на три олимпийских цикла. Причина – в отсутствии телегеничности. Увидеть неприметную веревочку на экране не всегда бывает просто. На два сезона скакалка появится в групповых упражнениях в сочетании с мячами. Но основные пользователи этого очень динамичного предмета – юниорки. Я по ней скучаю, правда. В художественной гимнастике, особенно взрослые, которые могли наворотить не столько всего интересного. И сейчас мы это можем видеть только у юниоров, которые я просто удивляюсь иногда, какое мастерство человек придумывает, или какую подкрутку, манипуляцию. То есть, правда, работают как маленькие гении. Обруч художественной гимнастики отличается от тех, которые продаются в магазинах. Абсолютно гладкий, не деформирующийся, упругий, весом не менее 300 граммов. А еще очень красивый. Обруч, по правилам, он должен весить не менее 300 граммов. И, соответственно, для гимнастки правильно и выгодно, чтобы он был 300 граммов, и не больше, чтобы она не была как с утяжелителями. Поэтому мы подбираем обруч, чтобы он весил где-то 280 граммов. Сверху делаем обмотку. К мячу в художественной гимнастике также предъявляются особые требования. А у самого предмета есть свой характер. Мяч тоже должен быть определенно накачан, определенная мягкость. И сейчас, конечно, подбирают, чтобы он был более липкий, потому что производство всех мячей шагнуло настолько вперед, что можно вот так вот держать мяч. Этот я, конечно, не буду держать с ошибкой, да? Но можно так держать, когда ладошка собрана, и он, в принципе, приклеивается к тебе. Кто-то не любит мяч с блестками, допустим, как этот, потому что, в принципе, с ним нелегко работать, что, опять же, сцепление плохое. Если просто такой блестящий, глянцевый, с ним удобнее. Главное отличие булав от других предметов – их количество, а еще повышенная травмоопасность, которую они несут. Я помню время, когда я немножко тренировалась с деревянными булавами. Это было как-то так непонятно, на самом деле, ощущение. Потом были, мы их называли обычные пластиковые советские, которым действительно можно было убиться. А потом уже как-то так подросла, и в руках появились профессиональные булавы, настоящие. И я помню, как я кайфовала, насколько это вообще удобное чувство, насколько ты понимаешь, что булава сама к тебе прилетает, сама к тебе к руке приклеивается, она делает четкое вращение, то есть оно работает и со двумя булавами параллельно, очень много нюансов. И, конечно, когда появились резиновые булавы, это, наверное, спасло от многих шушек. Когда ты не боялся идти на элементы и знал, что, ну да, немножко ударит, отскочит и бог с ним. Но когда это прилетело деревянное или советское пластмассовое, и ты ходил вот с таким, как единорог, это было не очень приятно. Но это все было. Вот у меня первая партия, наверное, резиновых булав, которая тогда вышла, они вот здесь вот без дырки. Где-то года два назад научились делать резиновые булавы еще и с дыркой, что позволяет некоторым гимнасткам вот так вот вставлять булавы и работать. Лента очень коварный предмет. Она является своего рода визитной карточкой художественной гимнастики, но при этом может запутаться, завязаться, непредсказуемо поменять траекторию движения, да и просто оторваться от палочки. Если влажный климат, она напитывает в себя всю эту воду и становится как хлыст, очень тяжелая, с ней очень тяжело работать. Также она подвержена веяниям кондиционеров, которые в жарких странах особенно сильно, скажем так, работают, и она меняет траекторию вообще непонятно. И есть еще такой момент, это вот это вот крепление, которое иногда рвется, иногда цепляется и рвется, иногда вот это колечко разматывается, то есть на ней надо очень сильно следить. У нас есть женщина, которая шьет купальники и красит ленты, и вот она вручную, скажем так, сначала шьет купальник себе и под него полностью раскрашивает ленту в мысленную и немыслимые цвета. Раньше была эта фишка только у Белоруссии, но уже весь мир стал красить ее же красить ленту, чтобы образ дополнялся, скажем так, еще ярче. Я была точно уверена, что лента должна у меня быть с сердечками, потому что это музыка love story, и я обязательно попросила написать еще love, причем все как-то так стептически относятся, да, этого же не будет видно. И когда после Олимпийских игр я видела фотографии, где это очень четко просматривалось, видела видеозаписи, где тоже это все четко просматривалось, мне показалось, что это как-то вот символично достаточно все, значит, мы грамотно продумали, что это, да, такая love story с художественной гимнастикой. В таком красивом виде спорта, как художественная гимнастика, гармоничным должно быть все – и движение, и внешний вид спортсменки. Гимнастические костюмы также прошли долгий путь эволюции – от невзрачных трикотажных купальников до настоящих произведений искусства. Раньше выступали без юбочек, очень простые были купальнички, чаще всего одноцветные, беленькие, там, не беленькие, черненькие. И потом стали лепить туда блестки или поедки, кто как называет. Это было вообще вау-круто. Главное изменение, которое коснулось костюмов, состоялось после Олимпийских игр в Сиднее с подачей легендарной Алины Кабаевой. Именно эта российская спортсменка превратила просто вид спорта в настоящее спортивное шоу, где яркими должны быть не только гимнастки, но и их купальники. И потом Алина Кабаева предложила сделать гимнастику, наверное, более женственную, отличить еще больше от спортивной гимнастики, ну, вот с юбочками делать. И потом мир узнал о существовании страз Сваровских. И из-за этого цена и вес выросли в разы в этих костюмах. В среднем мы свешивали грамм 700-800. Чем больше количество камней, тем он и тяжелее. Но тебе это, в принципе, не мешает. Основные требования к купальникам прописаны в правилах Международной Федерации. Они не должны быть слишком открытыми, выглядеть вызывающе или мешать оценивать судьям выступления их обладательниц. Выступать можно и в облегающих комбинезонах. Я отсылаю ей музыку, она смотрит упражнения, слушает музыку и рисует, скажем так, несколько вариантов, как она видит. А при этом смотрим рисунок я, тренер, еще один тренер. И решаем, что ну, давайте, наверное, так. Или давайте в цветах что-то поменяем. И когда уже, в принципе, основа одобрена, не знаю, дня три остается, чтобы наклеить вручную все вот эти камни. Довольно тяжелая работа. Ну, чтобы еще, скажу так, точнее передать образ. Я думаю, несложно догадаться, что вот этот у меня цыганочка. Я сама себе шила на прошлый сезон в память без рукавов. Удобнее работать с обручем. И я всегда прошу подобрать шить без горла в память, так как если здесь попадает на камни, он просто проскальзывает и летает. В ленте, наоборот, лучше шить все крыльяно, ну, потому что жарко, мокро бывает, и лента себя проходит по всему телу иногда, и случайно можно смотреть из за шеи, и она просто не прилипла. Это такие маленькие хитрости, которые используют. Теперь вы знаете обо всех нюансах, которые помогают художественной гимнастике быть самым прекрасным видом спорта. Но не забывайте, за красивой картинкой тысячи часов изнурительных тренировок, благодаря которым грациозной девушке в дорогих костюмах становятся спортсменками высочайшего уровня.